Добрый день, любители рыбалки! Я вам сегодня хочу рассказать, вернее продолжить разговор о волосяной оснастке. Мы с вами сделали лидкор, а теперь надо сделать поводок. Для этого нам понадобится шнур. Я беру такой воплёткий шнур. И отрезаю, сколько мне понадобится, какой длины надо будет сделать поводок. Отрезаю. Теперь, так как у нас шнур воплётке, надо оплёточку снять. Поводок я делаю короткий. Так как хочу попробовать применить натечение на речке. Крючок мы берём в форме банана. Вот такое. С этим крючком меньше надо будет играться с термоусадкой. Так, очистили наш шнур от оплётки. Вот это расстояние получается 15 сантиметров. Это я вычислил опытным путём и объясню сейчас, что мне надо. Для чего это мне надо было. Так, теперь беру кусочек термоусадки. Возьму проволочку от стопорков. Отдену туда термоусадку. Продеваю сразу крючок. Вот таким вот. Таким акваром. И дальше. Протаскиваю нашу плетёнку. Так. Убираю эту проволочку. Убираю проволочку. И получается вот такая петелька. Я не делаю на конце волоса маленькую петельку. Ну не нравится она мне. Потому что она получается разрывает и насадку эта петелька. не вообще. Мне понравилась так, как делаю я. Вот двойная петля. Вот это у нас получается длина волоса. Достаточно будет для кукурузки нашего и гороха. Делаю узел. Девять оборотов. Так. Вот такая получается конструкция. Теперь. Вот это место. Прогрею. И беру теперь чуть потолще термоусадку. и закрываю наш узел. вот таким вот таким вот таким вот так вот. Теперь беру пыльник. и очищаю противоположный конец. Здесь необходимо просто-напросто сделать петельку. Так. 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 Продолжение следует... Режем лишнее... Вот и весь поводок... Надеваем наш поводок... И закрываем его пыльником... Чтобы снизу поджать нашу кукурузку... Или войл, который там у нас стоит... Я применяю... Кусочек... Стопорка... Длинненький... Поэтому я беру... Половину стопорка... Отрезаю его... Вот так вот... И перетаскиваю его на волосы... Вот так вот... Теперь сюда мы нанизываем горох или кукурузу... А вот этим стопорком... Ставим стопорок в конце волоса... И прижимаем горох стопорком... Вот он будет... Очень хорошо сидеть... Теперь нам надо... Паром... Насадить наши две термоусадки... Обычно... Рассказывают... Все это делают над паром... Я делаю проще... Вода в кастрюле... Она закипела... Опустил туда... Волос... Вытаскиваешь... И получается все шикарно... Вот смотрите... Все великолепно... Наш волос держится... Лежат к крючку... И закрыт узел... Все... Вот это все, что я вам хотел рассказать... Будьте здоровы... Ни хвоста, ни чешуи... Еголежат к adjustment... Та... 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 Продолжение следует...